Привет, друзья! Книга уже вышла, новые приёмы «Белые стороны, чёрные дыры страха». Уже мне пишут, друзья, что очень понравилось, но мне нужно, чтобы написали критику. Мне критика нужна, чтобы лучшую сделать в следующий раз. Тем более, там участвуют наши участники «Школа Человек Будущего», «Хомокутурс», со своими наработками в этой книге. Напишите мне, пожалуйста, критику. Это первое. Я ещё не получил авторские экземпляры, поэтому не читал. А как получу, я сразу вам покажу здесь, в ролике, кто не видел. Это первое. Второе. Я обещал сделать такой убойный ролик, и я его сделаю. Но я разговаривал сейчас с этим товарищем, с моим другом, который находится на дистанции со мной. И он говорит, давайте сделаем так по-серьёзному. В смысле, вы нарисуете ещё схему мозга, потому что я, говорит, смотрел много лет назад, которые вы делали, модель работы мозга. Как доминанты формируются и так далее. Вы, говорит, нарисуйте на плакатике, вы же художник. Я говорю, слушай, но мне для этого холст надо. Он говорит, зачем холст? Просто на бумажке нарисуйте. Ну, я могу, конечно, нарисовать. Так что, для холста мне надо подождать, чтобы мне холст принесли. Ну, ладно, мы этим займёмся. Серьёзно так, серьёзно. На самом деле, мы хотим показать там. Это у него инсайт был такой. И он мне написал, он говорит, вы знаете, я, говорит, когда вы мне показывали упражнение «Потрястись», когда вы мне показывали упражнение «Шалтай-болтай» и показали левитационные приёмы, у меня, говорит, инсайт произошёл. Я, говорит, понял, почему и как нам промывают мозги и рассорили много стран между собой, разных стран, самых разных, в своё время, в эпохах, и какими приёмами пользовались. Вот вы представляете, а я как раз это рассказывал и показывал, как секты создаются, чтобы не создавались секты. Поэтому я написал тогда в ролике «Антиманипулятор», чтобы нами не манипулировали. Я и повторюсь ещё раз, почему мне задали вопрос, почему вы не боитесь раскрывать все секреты своего метода. Я говорю, чем больше людей будут знать, как управлять своим состоянием, тем меньше будут нам мозги промывать. Потому что уж столько промытых людей, это невероятно. Я разговаривал с сектантами, потому что я в своё время занимался против тоталитарных сект, и вынимали мы оттуда людей, хотели их, как говорится, чтобы они прозрели опять. Но это такая адская работа, потому что они так прикипают к этому, они так верят в свою секту, они так верят своему, так сказать, кто их там вождь, или как он их назвал. Это есть и в мусульманстве, это есть и в христианстве, это есть и в буддизме, это есть и везде. Понимаете, в чём дело? Вот вопрос в этом, чтобы человек мыслил своей головой, потому что, когда человек с головой не друшит, он не знает об этом. Попробуйте человеку с так называемыми промытыми мозгами объяснить ему, что у него мозги промыты. Да вы что? Если кто это когда-либо сможет сделать, но я, честно говоря, только иногда мне это удавалось, и то потребовалось столько потратить времени и сил, ну, чтобы доминанту эту убрать, понимаете? Доминанту, потому что доминанта обладает способностью генерализации, почитайте физиологию, почитайте Ухтамского великого. Генерализация – это что такое? Это ей подчинены выбор ваших решений, анализ ситуации. Этой доминанте подчинены ваше мировоззрение, ваше миропонимание. Вы так через это всё и видите. Вот, к примеру, к примеру, влюбились вы в девушку, и вы видите через эту доминанту всё остальное. Мир окрашивается божественным светом. Вам папа-мама говорит, ну, ты подожди, ну, ты посмотри, может быть, это не та, может быть, она не того характера, а вы ничего не слышите и не видите, потому что доминанта. А там же ещё гормоны, это же такая реакция, влюблённость. Ну, что вы, это такое счастье, если вы вспомните, как вы были влюблены, вы опять начнёте быть счастливы. А мы в наших роликах показываем, как вернуть нашу влюблённость. Но эту энергию любви можно, можно пустить на решение вопросов, ранее нерешаемых, пустить на омоложение своё собственное, на то, чтобы силы прибавились, уверенность в себе. Да что вы! Там много чего можно сделать. Страх можно, его энергию направить на решение нерешаемых ранее задач и создавать влюблённость, потому что тело, память тела необыкновенная. Любое прикосновение, которое к вам когда-либо было сделано, даже шорох листвы вы слышали или видели что-то, или сигнал автомобиля мимо дома проезжающего, вы можете так ярко вспомнить, вдруг в какой-то момент, если у вас подобное состояние, у вас как голограмма откроется из памяти вашего, и детства, и юности, и зрелости. И любой вопрос вы можете решить, потому что все опыты вашей личности, которые вы вырабатывали, занимаясь чем-либо спортом, рисованием, писанием, выступлениями, обсуждениями, во сне видели, в нужный момент, когда вы умеете создать доминанту, сами, сами создать доминанту, а не вам, когда кто-то её создает, навязывает, формирует, незаметно для вас, когда вы сами умеете создать доминанту, вы не представляете, вы можете, весь этот опыт, который был в разных областях, вами накоплен, и лежал в загажниках мозга, в разных отсеках, вы можете мгновенно синтезировать, для решения какого-то вопроса, это потрясающие вещи, это вообще такие вещи, это школа человека будущего, Homo Futurus, друзья, я хочу, чтобы вы это помнили, и так, до встречи, мы будем делать этот ролик, мы раскроем такие невероятные вещи, и вы вдруг увидите, как просто вас зомбируют, меня тоже зомбируют, вы что думаете, но у меня все-таки больше есть каких-то возможностей понимать, и что, и как, потому что я в первую очередь стараюсь сразу не реагировать, а подождать там несколько минут, заняться чем-то, а потом только отвечать, потому что за это время реактивное состояние эмоциональное немножко поутихнет, и опять появляется здравый смысл, а некоторые, некоторые под регулярным таким воздействием, которое соединено с их национальной чертой характера, со словами счастья, свобода, независимость, героизм, ну, соединено с хорошими словами, и через это прокручивают, как мясорубки, фарш. До встречи, друзья, до встречи. Да, кстати, ещё раз хочу повторить, критику напишите, кто книжку уже прочитал, а то мне пишут, что такая книга, великолепная такая книга, напишите. Спасибо.